что для него так лучше, если кто-то решает сейчас, что на какое-то время, типа на зарейство, или на совсем, ему лучше не вкушать пищу, ему лучше не вступать в брак. Это прекрасно, замечательно, пожалуйста, поздоровай. У одного такое дарование, у другого другое дарование. У одного быть в браке, у другого быть вне брака, пожалуйста, нет проблем. Насчет пищи такого не написано, но если ты хочешь стать вегетарианцем, нет проблем. Но здесь говорится о другом. Здесь говорится о тех, которые будут запрещать верным, запрещать Божьим детям жениться, выходить замуж, говоря, что вообще всякий, женившийся и вышедший замуж, они не могут угодить Богу. Хотя написано, что они просто не могут уже так угождать Богу, как находясь вне брака. Можно это извратить и сказать, вообще уже не могут нормально угождать Бога. Всякий, женатый и замужняя, их святость уже резко падает, и они чуть ли не в постоянном осквернении. Это ложь против Писания, против Торы, пророков Писаний, против Нового Завета. И такие учения стали распространяться постепенно в церкви, где-то так с конца II века. И были периоды, когда вообще считалось, что спастись немонаху почти невозможно. Вы знаете это, да? Это были целые большие периоды. Спастись немонаху почти невозможно. Поэтому во многих, так сказать, христианских странах в средние века был распространен обычай. Даже те люди, которые не были монахами в своей обычной жизни, они при наступлении старости, они отдавали свое имущество в монастырь, если они были богаты, и шли в этот монастырь, и становились монахами и монахинами. И уже готовились к смерти, и готовились ко спасению, входя и пребывая в монашеском состоянии. Это явное искажение библейской истины. Но это христианское искажение, о котором пророчествовал апостол. Но он также говорил об иудейском искажении. И именно иудейское в то время было распространено. Именно иудейское в то время было распространено. Хотя потом оно, собственно говоря, из него во многом из иудейского искажения заимствовали многие христианские аскеты не по духу. И иудейское связано с традиционными ограничениями в пище. И можно подумать, если остановиться, на третьем стихе, можно подумать, что здесь говорится о крайностях, выходящих за пределы кашрута. То есть вообще не есть мясо, вообще не пить вина, и так далее, и так далее. Но дальше идет четвертый стих. «Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто непредосудительно» речь идет о пище, и ничто непредосудительно речь идет о пище, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божьим и молитвой. И речь идет о том, что для верующих Нового Завета уже не существует разделений на чистое и нечистое. Пожалуйста, если ты для себя ограничил свой рацион, замечательно, пожалуйста, может кто-то еще ограничил по каким-то причинам. О причинах вы уже частично сказали и почти прозвучал, но не прозвучал еще одна простая причина. Это нормально. Но если ты это делаешь так, как будто бы без этого ты не можешь спастись и показываешь тем самым плохой пример другим, или ты вообще запрещаешь другим кушать всякое Божие творение, то тогда к тебе относятся очень суровые слова Святого Духа. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры. Это вопрос отступления от веры. Внимая духом обольстителям, это вопрос обольщения, и учениям бесовским. Понятно, от кого исходит это обольщение. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Это опять об этом постоянно оскверненной совести, для которой все осквернено. Вот такая религиозная крайница. А кто же такой у нас был Тимофей? Ага. Кто у нас был Тимофей? Он был полуэллин, полуеврей, да? Но до того, как было написано это послание, что-то любопытное произошло с ним, да? Да. Сам апостол, его духовный отец и учитель, полностью, можно сказать, объевреил его. Полностью, по всем правилам, в лучшем виде. Полный конфитюр навел. А шо такое? А шо, так и был? Вы можете найти это, товарищи. Вы можете увидеть это в послании Галатам, да? А шо там в послании Галатам написано? А кто помнит? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А помните граждане? И помните, граждане? А тут ничего не написано про Тимофея. Молодцы, что стали проверять. Там про Тита написано, а не про Тимофея, правильно? А шо ж тут про Тита написано? Третий стих 2-й главы, но о ней Тита бывшего со мной, хотя Елена не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем в Мессии Ишуа, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас, то есть верующих из язычников, всех верующих из язычников. А что же это за истина? Та самая истина, которой апостол обличал на другого великого апостола Шимона Петра. 11-й стих, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканиям. «Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, с верующими из язычников, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанным». У меня к вам вопрос. «Если бы верующие из язычников соблюдали кашрут, нужно ли было бы Шимону таиться, что он ел с ними?» «Очевидно, нет». Ясно, что они ели не кошерную пищу, да и не должны быть. А Петр ел вместе с ними. Это не имеется в виду, что Петр сидел за перегородкой, ел свою кошерную пищу, а там в одном помещении с ним сидели верующие из язычников и кусали хрюшку за пятачок. Она дико визжала. Таким образом у Петра совесть замучена была, и он начал дойти, а ел вместе с ним. Именно поэтому он и испугался вот этих строгих законников, строгих, законнически настроенных мессианских евреев, которые везде следили, чтобы было жесткое разделение между верующими из язычников и верующими евреями. Потому что, хоть верующим из язычников уже было позволено кушать все, кроме идоложертвенного, естественно, и с кровью, верующим евреям не было позволено выходить за рамки кашрута. Хочу вам напомнить, в то время кашрут был реальностью, его можно было соблюдать. Итак, Деяние апостола, 16 глава, 1 стих. «Дошел он до Дервия и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофея, которого мать была мессианская еврейка, а отец Элин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. «Его пожелал Павел взять с собой, и взяв, обрезал его, вот это то, что фактически почти звучало, но не прозвучало, ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Элин». Ради кого был обрезан Тимофей? Он был обрезан ради иудеев. Как вы думаете, почему? Потому что на самом деле он и был, в общем-то, иудеев. Но из-за того, что отец определял в семье до определенного возраста, что делать, что не делать с ребенком, он был таким неформальным иудеем, он был иудеем по духу, иудеем по национальному происхождению, но не иудеем по крайней плоти. Друзья мои, это очень важный момент. На самом деле, ни Тимофею, ни апостолу Павлу не нужно было обрезать его для того, чтобы его еврейство раскрылось, его иудеиство совершилось. Обратите, пожалуйста, на это внимание. А сделано было это только ради иудеев, живших в тех местах. Только ради иудеев, живших в тех местах. Почему? Потому что они знали, что с одной стороны у него мама еврейка, но Папа Эли и в тогдашнем обществе, вся вот эта вот обрядовая сторона определялась Папой. И они могли не принять его как иудея, а именно как язычник. Иудеев, а он был иудеем. Он был мессианским иудеем. И вот для того, чтобы его так и принимали другие иудеи, он был обрезан. Потому что у них возникали вопросы. Смотрите, на самом деле, послание к Тимофею, это послание к иудею, который к тому же еще был до конца иудеизирован по строгому, по всем иудейским правилам. И вот таковому, который был обрезан уже после того, как он стал верующим в Ешуа. Апостол Шауль, он же Павел, пишет, смотри, придут те, которые поддались обольщению духом бесовским. И те, которые проповедуют и будут учить, что не все можно кушать. Будут запрещать верующим кушать что-то из Божьих творений. И вот это ложь, это лицемерие. Это из-за того, что у них у самих совесть не приведена в Божью норму. Ну, ничего страшного. Ну, нормально. Обратите на это внимание. Скажите, пожалуйста, о ком здесь шла речь, когда он писал Тимофею? Кто такие эти лыжесловестники и прочие? Кто они такие? Хорошо, простой вариант. Это иудеи, не верующие в Ешуа? Да? Это язычники, идолопоклонники? Да или нет? Это иудеи, прежде всего, которые верили в Ешуа. И затем, как мы с вами выяснили, это пророчество тех чистых христианах из язычников, которые полностью отвергли все еврейское и которые сочиняли свои законнические запреты и свои законоположения. Но в то время, в то время, еще таковых не было. Это потом первые, первые проблески среди гностика, вернее, первые потемки пошли во втором веке. В то время, еще таковых не было. Были только мессианские евреи, которые насаждали законничество. Так, как будто бы ветхий закон не отменен нам. Понятно, да? Они насаждали законничество и они запрещали кое-что, то, что не кошерное, употреблять в пищу. И вот, кому это написано. Это написано иудею, который наставляет других, не только эллина, но в первую очередь иудеи. Подумайте об этом, друзья. Потому что, зачем было бы его тогда обрезать ради иудеев? Вы понимаете? Если бы служение Тимофея было направлено только к язычникам, то зачем вообще было бы эту болезненную процедуру над ним производить? Если здесь написано, что она именно была проведена ради иудеев. Конечно же, его служение было также направлено и на иудеев. И в первую очередь, согласно Божьему порядку благовествования через апостола Павла, в первую очередь к иудеям. Поэтому апостол Тимофей, потому что на самом деле он был апостолом, только просто в таком техническом функциональном понимании, он должен был сообщать всем другим верующим, во-первых, иудеям и затем иэленам, что, друзья мои, всякое творение Божье хорошо и непредосудительно в пищу, если освещается благодарением и молитвой. Может, у меня немножко еврейский метод доказательства, но так получается. Вы понимаете? И это говорит действительно о прогрессирующем откровении свободы Нового Завета, которое постепенно распространялось в Новозаветной мессианской общине. Сначала она была вся полностью, состоявшая исключительно из, можно сказать, ортодоксальных иудеев, веровавших в Иешуа, которые все соблюдали полную систему кэшрута, насколько это было возможно, хотя ясно, что у них не совсем получалось, а вот, даже в то время. Затем, затем, к ним начали присоединяться как исключение боящиеся Бога, но сначала они думали, что они должны становиться паразелитами, потом этот прорыв в Кесарии, когда Дух Божий показал им, что Бог принимает без обрезания и без формальной иудаизации. Затем, но оставалось понимание такое, что те, которые таким образом вошли в мессианскую общину, они потом все равно должны начать исполнять закон, затем пришло откровение в основном через Шауля, ну еще через некоторых, о том, что такого рода боящиеся Бога должны, могут оставаться свободны от ритуальных заповедей. Они должны соблюдать все нравственные заповеди и плюс маленькое ограничение в плане ритуала. Но все еще речь шла о проповеди о и благовестии только боящимся Бога, то есть тем, которые уже были в кругу иудейского общения до своего прихода к Ишу. И затем в Антиохии открывается и следующая страница. В Антиохии, бежавшие от гонения в Иерусалиме, начинают благовествовать просто язычникам. Потому что до этого мессианские евреи не благовествовали никому, кроме других евреев и тех боящихся Бога, которые собирали в синагог и вокруг синагог. Новая страница свободы, новый уровень понимания свободы Нового Завета. Можно обращать Евангелие не только к боящимся Бога, уже верующим в Бога Израиля, но напрямую кидало поклонникам. И затем, следующие этапы, и наконец, начинает открываться истина о том, что даже для самих мессианских евреев соблюдение ритуальной части закона не обязательно. И они могут себе позволить его нарушать. Вначале ради того, чтобы поддержать верующих из язычников, ради успеха благовествования, только ради этого. Потом приходит понимание, что они вообще свободны, и они могут, имеют, по крайней мере, право не соблюдать ритуальную часть Моисеева Закона. И, наконец, предпоследняя книга Библии, послание к мессианским евреям, говорит о том, что это уже вообще, что, дорогие друзья иудеи, вы, уже верующие в Ишу, вы идущие за Него, вы должны понять одну важную истина. Пока стоит прежняя скиния со всеми ее обрядами и ритуалами. Потому что все это вращалось вокруг храма, все это вращалось вокруг места священной действия жертвоприношения и очищения. пока это стоит для вас, пока эта скиния остается для вас местом освящения, местом восхождения к Богу, местом раскрытия Бога живого. И пока все эти обряды и ритуалы для вас актуальны, для вас никогда не откроется. По-настоящему свободный вход в скинию небесную. Таким образом, здесь уже кульминационная точка откровения новозаветной свободы, где говорится о том, что ритуалы, старые законные формы богослужения, старое священство, старый храм, пусть даже все это кажется очень новым, сверкающим, мощным, впечатляющим, величественным и очень святым, уже не действует. И не только может не определять вашу жизнь, но не должно больше определять вашу жизнь. Вы должны быть свободны от этого. И именно мы можем проследить вот это прогрессирующее откровение о свободе Нового Завета. Прогрессирующее для разных групп верующих и по-разному. Пока в послании к мессианским евреям все эти группы верующих не сводятся в одно, и там показывается, что фактически у всех одна и та же свобода, у всех одинаковая свобода, и все должны быть свободны от тех ритуалов, которые были обязательны в прежнем Завете. И теперь у нас остается вопрос у мессианских евреев, украинцев, русских и прочих. А можно ли все это соблюдать? Первый вопрос. Можно ли это соблюсти так, чтобы оно было действительно соблюдено согласно Торе? Ответ однозначный невозможно абсолютно даже теоретически. Второй вопрос. А можно ли соблюдать из этого те части, которые можно соблюдать? Можно. Можно. Но опять-таки, очень важно смотреть за тем, чтобы это не было путем спасения. Ни в коем случае это не должно быть путем спасения. Потому что, согласно Новому Завету, мы видим, согласно уже последним откровениям Нового Завета, мы ясно видим, что, если это делается путем спасения, то Ишуа не может быть путем спасения. Печально. Но факт. То есть, кто бы, украинец, африканец, еврей, кто бы из людей, кто бы из верующих в Ишу, не освободил, скажем так, себя от исполнения ритуальных заповедей Моисеево Закона. А на самом деле, к тому времени, это уже был закон Саддукеев, или закон Фарисеев, или закон Есеев, а потом закон Равинов, в основе которого лежал Моисеев. Понятно, да, Чемчук? То есть, это уже был не тот, не Моисеев Закон. На самом деле, кто бы не жил свободно от ритуальной части этого закона, он одинаково не согрешает. Не то, что украинцы не согрешают, африканцы не согрешают, а евреи согрешают, никто не согрешает. Никто не согрешает. В этом смысле становится понятным, почему так называемые адвентисты седьмого дня, которые вообще из всей ритуальной части выделили чуть-чуть, пару кусочков, и навязывают это другим, и говорят, что если укусишь свиной хвостик, или не будешь исполнять субботу так, как мы говорим, непонятно, почему так, как не говорят, почему не так, как говорят ультра-ортодокс, или консерваторы, или кто-то еще. Ну, если не то, не спасется. Есть более прогрессивные адвентисты, которые говорят по-другому, если они говорят по-другому, нормально, нет проблем, можем с ними дружить, и вместе пихать на госиную тушку. Это нормально. Вот. Я образно говорю, конечно, не поймите за оскорбление любимого животного в некоторых областях. Но, опять-таки, всякий, кто навязывает соблюдение кошера в той или иной форме, уводит от прямого пути спасения. Ясно. И уводит любого. Еврея тоже. Опять-таки, у нас есть несколько простых причин, которые нормальны для того, чтобы соблюдать кошелку в той мере, в которой человек хочет и считает для себя правильным. И они, кроме одной, были названы, а последнюю я прочитал. Это выражение еврейской культурной идентичности. Потому что, конечно же, кашрут в этой, конечно, урезанной, в этой видоизмененной форме, он стал неотъемлемой частью всех еврейских культур. Потому что культур-то еврейских много, но кашрут везде. поэтому, если мы хотим как бы дать дань уважения одной из традиционных еврейских культур, например, ашкиназийской, то все равно мы можем как-то там что-то соблюдать. Второе. Мы хотим, например, таким образом выразить по-еврейски почтение к Богу. Пожалуйста. Например, я считаю, что вот для меня, как для еврея, это было бы приятно. Я наложил на себя определенные ограничения, уходящие корнями в глубь веков. Изначально древние еврейские ограничения. И этим самым, этим ограничениям, принося вот такие некоторые жертвы, я буду выражать свое почтение моему Богу, как именно Богу Израилу. Но это не значит, что тот, кто этого не делает, он не выражает ему почтение. Просто он по-другому ему выражает. Помните очень точные слова апостола. Кто ест для Господа ест? кто не ест? Для Господа не ест. Это чудесное определение. Но только тот, который не ест, то есть соблюдает в данном случае кашрут, как мы говорим, или другие съестные, например, монашеские ограничения, тот, который не ест, не осуждай его, который ест. что это значит? Потому что естественно, когда я ем, когда только кошерно, или мне так кажется, вот, потому что я так умилляю, когда я смотрю на мессианских евреев, которые соблюдают кашрут, но ни один из них не соблюдает кашрут, потому что для того, чтобы по-настоящему соблюдать кашрут в наших условиях, это надо в основном или стать супер вегетарианцами плюс вареное яйцо, или питаться иностранной пищей, но я же вижу, чем они будут, то есть это такой свободный квазик кашрут, ну нормально, уважаю, вот кое-кто из приехавших со мной также соблюдают, и нормально, слава богу, баруха ше, но проблем, но в то же время я понимаю, что если наши ребята, которые это делают, начнут смотреть на других, как на грешников, которые это не делают, дело плохо, вот тут они согрешают, и их нужно останавливать, им нужно помочь выйти из этого греха, потому что вообще плохо осуждать кого-то не было, а тем более осуждать невинного, который согласно новому завету, есть то, что хорошо для еды, и непредосудим. Понятно, да? Вот это опасность, если соблюдающий кашрут в какой-то форме начинает осуждать кого-то, значит у него уже непорадка с совестью, прошка, непорадка, кое-кого надо убирать с места, значит что-то у него с места надо убирать, или его самого подвинуть, потому что у него начинается сжигание совести, вы понимаете? Для него чистое оказывается нечистым, а если для него само по себе чистое оказывается, он уже рассматривает это само по себе чистое как нечистое, даже при молитвах и благодарениях Богу, он и брата рассматривает как нечистого, и следующий этап уже гнушаться братом и сестрой, которые кушают кальмавы, например. Это большая проблема, и такого человека начинает использовать нечистые злые дути. С другой стороны апостол пишет, а тот который ест, не уничижает того, который не ест. Почему именно тут не осуждать? Понятно почему, потому что начнется заворот, и он будет считать его грешниками нечистыми. А почему здесь не уничижать? Тоже понятно, потому что тот, который ест все, он знает, у меня свободная вера нового завета. Я вошел в полноту свободно. Да? А этот, понимаешь, Вася обкошерился, и проблемы, вел себя в рабство, дергается на каждую картофель глазами косит на кухню, то и дело бегает проверить, как там чего. Это же просто человек постоянной напряги. у него нету нормальной новозаветной веры, что все чисто. Вот слаба вера твоя, брат. Да, так может быть, конечно, но даже если так, мы не имеем права уничижать того, у кого слабая вера. Мы должны его поддерживать и защищать. вот, но кроме того, откуда ты знаешь? Может быть, он знает, что это все чисто, но он просто наложил на себя такие ограничения по вышеуказанным причинам. Как ты можешь считать себя выше его, его ниже себя, только потому, что он соблюдает традиционные иудейские ограничения в Едине? Нет. В коем случае. И это обязанность второй стороны. Тем более, если он это, например, делает ради других евреев, ради иудеев. Но тогда все иудеи были евреями, все евреи были иудеями, и все должны были соблюдать кашрут. Но сейчас, через время, ситуация настала такая, что опять мы можем сказать ради иудеев. Потому, что если еврей соблюдает кашрут, он уже считается как бы иудеям, даже если вообще остальное не верят. Согласно хитрым учениям раввина, многие из которых говорят, что главное не вера, главное действие. Итак, он делает это ради иудеев, он делает ради того, чтобы они не приткнулись, он делает ради того, чтобы помочь им открыть для себя Евангелие, он делает ради того, чтобы через него они могли увидеть еще истинного еврейского мащеха. А если они это все соблюдают, для них это святость, для них это непреложный закон, а он придет к ним опять-таки со свиным ухом наперевес, то естественно все остальные разговоры прекратятся на первом этапе. Да? А мы берем и уничижаем и говорим ты слаба, законник. Мы согрешаем, относясь и говоря так. Понятно, да? Вот о чем пишет апостол. И вот он же пишет о людях, которые в одной общине. И понятно, что он пишет ко всем церквам. И уже то, что он одно это пишет, о чем говорит. Все церкви были еврейскими мессианскими общинами в то время. Ха! Опа! Вы понимаете? То есть даже церкви в России которые основаны были в сугубо языческой среде, которые были в основном наполнены верующими язычниками все равно не включали в себя мессианских евреев. поэтому там возникали такие коллизии, такие конфликты. Хе! Хе! И кроме того, они все равно входили, как сейчас принято говорить, в культурное поле иудаизма. Они отказывались от всех своих праздников, друзья мои, они переставали праздновать все языческие праздники, они даже переставали праздновать дни рождения и начинали праздновать только в дни еврейских праздников. А это уже признак явной еврейской мессианской общины, правда? Хе! 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 Я вас и поздравляю! Но опять-таки, как они праздновали эти праздники? А свободно праздновать! Понимаете? они в каждом из этих праздников брали суть. Конечно, и те обряды, которые помогали им открывать эту суть и наслаждаться сутью этих праздников и видеть в них еще и еще больше раскрываться для него. А! Хорошо! Хорошо! Вот таким был мессианский иудаизм тогда. Он был везде, где были верующие вишевы. Поэтому и апостол Павел и апостол Иоанн называют всех верующих вишевы истинными иудеями. Не только как таковых иудеев, но и тех, которые к ним приложились, потому что на самом деле языческие верующие, они присоединялись к мессианским евреям. Они входили в общество мессианских евреев и они начинали новые мессианские общие. С точки зрения того, что мы сейчас рассматриваем, альтернатив религиозных и духовных, которые были для еврейского народа после разрушения храма, это очень интересно. Смотрите, я остановлюсь немножко на этом. Я просто хочу, чтобы вы входили вот в этот круг размышлений, чтобы вы понимали, что вообще тогда происходило, чтобы вы могли оценить разные выборы, сделанные разными группами евреев, язычников и дальше христиан. Нам нужно... Я совершенно по-другому построил занятия на ту же тему, которую я здесь вел три года назад. Для меня самого это просто неожиданно, причем, сказать, совершенно неожиданно. Я верю, что какую-то роль в этом играется. какую-то роль играл. Я понимаю, что, может быть, для этого класса или для этого времени для студентов сегодня может быть особенно важно понять, как зарождался мессианский и в каком духовном конфликте он зарождался, почему он стал меньшинством среди Израиля, и почему он стал меньшинством, а потом почти исчезающим меньшинством христианской церкви. Потому что все равно эти вопросы у вас будут возникать. Это не праздные чисто исторические вопросы. Это не праздные спекулятивно-философские вопросы. Спекулятивно не в смысле пойти на привоз исторговаться. Спекуляция в философском смысле это теоретизирование, это чисто теоретические рассуждения не взятые из практики и не подкрепленные практикой. Не подкрепленные пока, по крайней мере. Это не таково то, о чем мы с вами говорим. Это очень важные вещи, которые имеют прямое отношение к нашей непосредственной духовной жизни, нашему служению, особенно к тому, что будет происходить в нашей жизни. И это поможет вам делать выбор. Это поможет вам сознательно определяться, в какой общине, в какой церкви вы все-таки хотите служить. Какое отношение вы хотите иметь к еврейскому служению? не только отношение в сердце, но и отношение в жизнь, отношение на практике. Это поможет вам делать сознательный, максимально свободный выбор между разными вариантами, которые будут вам предлагаться. Будут предлагаться на духовном, душевном и даже плоском уровне. Я хотел бы, чтобы вы делали максимально свободный выбор. В чем говорит, что такое максимально свободный? Это значит, я понимаю ситуацию максимально адекватно. То есть, мое понимание ситуации, оно максимально приближается к тому, какая ситуация на самом деле, какая она есть вообще. я понимаю эту ситуацию. Я учитываю разные аспекты этой ситуации, а не один какой-то. Я располагаю возможностью оценить разные подходы к данной ситуации. и я, конечно, это делаю с Божьей точки зрения. А что это значит? Я делаю это не просто для того, чтобы знать, иметь информацию, для того, чтобы блеснуть под этим знанием или этой информацией, для того, чтобы покорить кого-то или придавить кого-то, а для того, чтобы действовать согласно тому выбору, который я сделал. и вот для того, чтобы мы могли делать такие правильные оценки, правильные выводы и исходящие из них правильные решения в Господе, видимо, им нужно было совершенно по-другому построить обучение в этом Господе. Если вы хотите сравнить, вы сможете взять кассету, посмотреть, что получилось неожиданно для меня все по-другому. Теперь, возвращаясь к этой ситуации насчет третьего храма. На самом деле, третий храм был, он существовал уже параллельно со вторым, какое-то время существовал после второго, но он не оказал значительного воздействия на еврейскую жизнь, даже на жизнь диаспоры целых. Для меня логически это очень интересно. Смотрите, те раввины, которые утверждают, что современный иудаизм это продолжение библейского иудаизма или, скажем так, после библейского иудаизма второго храма, они используют ряд аргументов. В частности, один из этих аргументов такой. Уже в первом веке синагоги были распространены везде, где жили евреи. И в странах рассеяния еврейская жизнь была сосредоточена вокруг синагоги. и даже они начали появляться в земле Израиля. Поэтому в значительной мере Бог уже подготовил свой народ к тому, чтобы его религиозная жизнь была полноценной без храма. это один из очень серьезных вопросов. Несколько о другом говорит аргумент, который логически очень похож. после разрушения храма разные виды молитвы заменили храм с его жертвоприношениями и богословиями. и Бог подготовил свой народ, потому что уже во втором храме молитва, которая шла параллельно богослужения, была настолько важна, что было выделено специальное помещение, не предусмотренное вообще-то торой, которого не было в первом храме, в храме пророков, царей пророков. И даже об этом помещении ничего не известно во времена Великого Собора, после возвращения из пленения. Об этой комнате ничего, об этом помещении ничего не известно во временах первых храмеев. А вот уже в первом веке такое помещение было. Оно даже называлось очень странным храмским словом. Просеухе Молитвенная молитвенная кумка. А и какая вам разница? Что вы это записывать будете? Ну можете Просеухе Очень странно греческое зал. Греческий зал такой. Если что-то там происходило, сразу начался криво. В греческом зале в греческом зале в греческом зале в греческом зале ни Аполлона туда не допускали. Вот. Вот. Я предполагаю, что было отдельно для мужчин, естественно, и для женщин. То есть получается уже два отдельных молитвенных помещения. И вы помните, что написано в Евангелии от Луки о святой Анне, которая днями и ночами молилась в храме. Известно историческое предание об Якове брате Братья Ишива, который постоянно молился в храме так, что натер мозоли на коленях, как у верблина. Есть ряд других интересных, которые говорят о том, что там были люди, которые молились постоянно. И были места, где можно было постоянно в храме молиться. И раввины говорят, ну вот, видите, или симпатизирующие раввинам такие проравинистические еврейские ученые. Они говорят, у меня книга одного из них называется «О текстах традиции» Лоуренс Шифман, профессор кафедры иудаизма еврейской истории в Нью-Йоркском университете международных авторитетов. книга доступная и я поэтому хочу сегодня немножко на нее ссылаться, ее легко достать. Есть два издания на русском языке. И вот они говорят, видите, Бог подготовил, уже молитва была очень сильно развита, и поэтому, когда храма не стало, молитва продолжалась. То есть, вот видите, синагога уже была развита институтом, молитва была развита институтом. Вот поэтому храма не стало, и все продолжалось. Но это очень интересные аргументы, которые таят в себе обман. И на примере молитвы это очень хорошо видно. Смотрите, когда, зачем нужна была эта молитвенная комната? Она что, в каких-то ситуациях замещала какие-то жертвоприношения и какие-то богослужения, какие-то ритуалы, какие-то обряды? Нет. Она сопровождала жертвоприношения, она сопровождала богослужения основной храмовой, предписанной Торой, она сопровождала пение левитов, она сопровождала процесс подготовки, она сопровождала, сопровождала. Она была вспомогательным духовным действием при основном духовном действии в храме. И ни у кого из вождей никакой иудейской партии никакого течения в иудаизме не возникала даже мысль, что например молитва может заменить храм, храмовое богослужение, тем более жертвоприношение. Тем более жертвоприношение. Вы просто столкнетесь, это один из самых распространенных аргументов. и сама молитва по учениям всех мудрецов приобретала силу именно потому, что она была только дополнением и вспомогательным действием основному священодействию, предписанному Торой. Без жертвы покаяние было недействительным. Без совершения сложного комплекса ритуалов очищения молитва сама по себе не могла очистить никого. Есть совершенно исключительные случаи например связанного знаменитая история великого греха Давида. Но мы сейчас не будем это рассматривать. Все, что произошло с Давидом это прообраз искупления Иешуа и прообраз нового завета. Когда Бог сам освобождает людей от грехов вообще только основываясь на их покаяние и молитвах. Но это не был порядок. Это было совершенно исключительное духовное явление. И когда Давид потом оценивал это и анализировал и молился об этом его слова блажен кому Господь не вменит грехов его. И это вошло в Новый Завет. Очень так очень важное и сильное было. Но это никто вообще не использовал. В старозаветные времена и во время Второго Храма никто не использовал для того чтобы сказать нам не нужны жертвы. Нам не нужно то богослужение это нам не нужны очищения.